Всем привет, вы на канале Аполло Геймс, и мы продолжаем прохождение игры по названиям Киберпанк 2077. Квест двойная жизнь, у нас есть выбор либо сразу встретиться с Джуди и посмотреть верты, ну и типа понять, наверное, на кого Эвелин работает, но давай сначала попробуем с ней поговорить. Такой выбор тоже есть. Спросим. Так, здание обновлено. Где ты там? Садись. Ладно, запускай. Пайлы были сильно побиты, особо отредактировать не вышло. Ага, хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. Так, давай сразу просканируем, что-то есть. Я не очень люблю эти верты. Очень много нужно сканировать. Так, подожди, еще нужно вот это вот просканировать, что такое. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вадуисты. Но это просто слухи. Я не то, чтобы на сто процентов уверен. Ты про банду нотранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже с чего начать. Обратить внимание на устройство и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними верт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Конец записи, там что-то было в середине. Сейчас быстро просканируем. Пошелся, мальчик. Пущевый. Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично. Думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Винь. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю. Ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увезти био-чип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Ну, давай. Запускай. Меня уже ничто не удивит. Я только понял то, что говорится о Юринобу. А, перевод бы. А можно было сразу с автопереводчиком это все послушать. Так, переключить слой. Есть. Погоди секунду. Она говорила про Юринобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа. Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай, установлю. Кукла уже ушла? Да, ты был прав. Она слишком уж умная. Не доставит нам проблем? Не осмелится. Почему Эда не переводит? Самое важное, наверное. Я не уверен, что Сильверхенд приведет нас к Альт. Ага. У тебя есть другие идеи? Если ты закончил критиковать мои решения, иди поработай. О'кей, Джуди, хватит. Ладно, отключаем. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было сто лет назад. Вик, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграма Сильверхенда. Энграма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Эм, конечно. Туаня, ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блядь, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечки с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Аль? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блядь, да просто найди эту креольскую тетку и все. Легко сказать. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Так, все, здесь вроде как закончили, да? Брейнданцы. Так, так, так. Коллекция Бушидо? В формате брейнданца. Первые три части давно стали раритетом. Не, мне это должно что-то говорить. Ай, ладно. Давай полутаем тут чуть-чуть и валим. Выйти из квартиры. Так, чё, кому звонить-то будем? Кого спрашивать? Позвонить мистеру Хэнсу. Давай. Нам вообще много кому позвонить нужно. Ви, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами. С их боссом. Поможешь? Так, так. Значит, заходим сразу с козырев. Хм. Босс вудуистов, мама брешит. И связаться с ней будет тяжеловато. Почему? А мне казалось, ты можешь договориться о чём угодно. Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не с жрецами, боссами и кто там ещё у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать. Поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни тебя. Да, у меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своём мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвонить. Но вы находитесь рядом с местом пропажи транспорта. Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Нифига себе такой, поищи мне тачки, но я не знаю где. Замечательно. Ладно, продолжить поиски в ожидании звонка от мистера Хэнса. Какие поиски? Ну, то есть... Ладно, давай, короче, позвонякаем. Тут общество Барт Моллса, это не то, мистер Хэнс. Мы там маме Джеки должны были позвонить. Где он? Вот. Ви, рада тебя слышать. Наконец-то. Давно мы не разговаривали. Еще с тех пор, как Джеки умер. Я звоню выразить соболезнования. Выразить соболезнования. Ты жил с нами под одной крышей. Имею уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю офрендум по Джекито. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет. У нас, в Койоте, соберутся многие из его хороших друзей. Не говорите ничего, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви. Ладно, пока они там думают, давай встретимся в подсмертии с бестией вроде как. Мне не нравится то, что это задание Джуни Сильверхэнда. Но, возможно, это нам поможет по части биочипа. В любом случае делать пока что нечего. Нет. Все мои проблемы, эти заговоры. Все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Не надо играть. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Да ты меня пускать будешь, нет? Мне нужен фиксер. Есть срочное дело. Пусти его. Хм. Ты не из наших. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да. Это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри. Сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Это девица. А чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Иросаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Ти Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее про Росака Тауэр. Как меня подстрелили у нее на глазах. Хочешь зачитывать некрологию? Серьезно? Окей. Как скажешь. Джонни Сильверхенд. Погиб в Росака Тауэр прямо у тебя на глазах. Мне продолжать или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не лучший аксессуар, но тебе даже идет. Но меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь. Выкладывай эти. Ага. Емун. 15 тысяч. Давай спросим, если нет денег. Ага. А если у меня нет денег, что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда, до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Ну, в принципе, подфармить осталось недолго. Вот чувак какой-то стоит. Слушай, работа нужна? Ну, сразу. Это какая? Дельца есть. Перевозка груза. Доставить кое-что из точки А в точку Б. Тихо и быстро. Сделаешь? Матроны с интернью. Матроны с интернью. Какие вещи проводят через фиксер? Я даю нас денег. Пустая трата денег. Ну, с таким подходом ты далеко не уедешь. Консультанты? Нет, тоже нет. Я ищу перевозчика. И где реликан? Да, погнали. Все просто. Идешь на набережную Кабу. Забираешь груз. Звонишь мне, а я тебе расскажу, как его достать. Все четко. Да. Только с оплатой непонятно. Переживай. Гонорар будет. Заграничный, растаможенный и беспошлий. И без подробностей. Да? Именно. Да не боюсь. Деньгам не обижен. Отдельцы-то ерундовые. Берешься? Ну, ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабу. Там нужно найти холодильник с надписью «Будущего нет». Как найдешь, забирай, что мне нужно. И звони мне. Я скажу, что дальше будет. До связи видим. Ясное дело, что это все не так просто, как кажется. Забрал, привелся. Но по деньгам вроде как должно нормально. Заплатить. Сука, ну как так? Почему мы не поехали в клинику? Ну, потому что ровные пацанчики за листоклиники едут в бар. Все логично. Почему бегать не могут? Только при выходе из бара, да? Так, ладно. Давай здание это брать. Где? Номер один. Добраться до трущоб на окраине Кабуки. А вот эти самые трущобы. Давай глянем хоть, что нас там ждет. Найти и открыть контейнер. Мне его еще просто найти тут нужно. Все не так просто. Почему даже мини-игр нет? Ну, серьезно. В такой типа игре с открытым миром. В общем, ничего не должно такое быть. Это то, что мне нужно забрать? Не-не-не. Ну, живой. Ну-ка послушаем, что скажет Деннис. Ну, чем порадуешь? Нашелся груз? Потрепан, конечно, но ничего страшного. Дальше что? Я приготовил для тебя тачку. Плати парня в багажнике и двигай на север. Координаты в навигаторе. Окей. И еще кое-что. Остерегайся, тигров. У них на твоего нового спутника все локаторы настроены. Что, что ты сказал? Трубку бросил. Все, я здесь. Слушаю. Ви. Ви. Пассивика зовет. Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу витали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься у Денцы и у Брижины. Что мне надо будет сделать? А что, ты у нас внезапно стал разборчивым? Придешь на место, все узнаешь. Мне ничего не сказали. Мне вообще показалось, что это я им должен платить за каждое слово. Ладно. А с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоун и подойди к алтарю. До тебя дотронуться или кивнуть тебе. Что-нибудь такое. Понятно. Спасибо. Там везде уже тигры стоят, палят. А пройти больше никак, да? Ну, там как раз, в принципе, отошли. Давай, как мы сейчас дотораканим. А он сам что, ходить не умеет? Что с дела вообще? Вроде как дальше нету. А нет, есть. Ай, емое. Ну, уже и по главному заданию пора будет топать. Ну, ладно. Сейчас этот заказ сделаем. Там как раз-таки будет где-то 15 тысяч. Фиговы дела. Очень фиговы, я бы сказал. Давай бросать тело. Перестрелки пора начинаться. А тачка-то какая шикарная. Давай в багажник. Ну, все. Доставить тело по указанному адресу. Скорее всего, за мной еще будет какая-нибудь погоня, да? Ну, да. Там уже кто-то на меня смотрит. Ну, 350 метров не так много. Вообще, может быть, есть какие-то прям интересные дополнительные задания с внутренним сюжетом. Ребята говорили, что вроде как есть одно дополнительное задание по брейт-дансам. Брейт-дансам. Там тебя, короче, могут эти... Ну, вот эти вот извращенцы, которые там мертвая голова и все в таком духе. Они тебя могут по частям разобрать. Неплохо было бы, конечно, посмотреть на это. А, сначала поговорить. Дело сделано. Я вижу. Молодец. Отличная работа. Ну, как ты там? Пару Йоси. Денис, дать мне надежды. Ну, и что это за тип? Он тебе сам расскажет. Пару Йоси. В Японии нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Босс тигриных когтей нужен операция. Я делал операцию. А он умер. Тигриные когти стали злые. Я прятаться в лодке, плавать в Америке. Денис, меня спасай. Но вот тайна. Я убить босс тигриных когтей нарочно. Я хороший хирург. Лучший. Тянь не ошибаться. Это все трогательно. Но как насчет за работу заплатить? Да, да. Вот. Прими это в благодарность. И сколько же там? 990? Да, даже до 15 не дошло. Эх, я наделся на большее. Пошли тачку какую-нибудь украдем. Вы находитесь рядом с места... Да, как ты достал. Не буду я искать твой транспорт. Хорошо, ты ищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Только не так! Только не так! И давай смотреть. Добраться до часовни. Погнали. Вот по этой цепочке квестов как-то получше идти, потому что подальше от Джонни Сильверхэнда. Нифига себе, 4 километра. Ну, 3,9. Добро пожаловать в Пассифику, Вик! Оперативно. Я только прибыл. Это бизнес. Надо быть на связи. Так, ну, вот мы и подъехали. Мне кажется, самый действенный способ работать через Такимуру. То есть Аросака нам, скорее всего, лучше поможет. Но хочется через Эвелин. Так, я почему-то выбрал с Такимурой. Давай дальше. Добраться до часовни. Заходим еще, посмотрим. Опять клубишник какой-то. Подождать открытие. Давай подождем. Ну, там же музычка играет. Видимо, прям под ночь, да, нужно? Нет. Прям под день. Значит, это не та музыка игралась все-таки. Как ты узнал, кто я? Неужели по прическе? Мы пасли тебя с тех пор, как ты пришел в Пассифику. Боялись, что я тут потеряюсь? Лука, диза. Это ты, заказчик? Мне, наконец, расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Интересно, вы ведете дела у себя в Пассифике. Никаких деталей, никаких имен, никто ничего не знает. Мы знаем твое имя. Этого достаточно. Кто умер? Это как-то связано с заказом? Думаешь, мы проводим эти похороны для тебя? Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Погнали побыстрее от этих еретиков. Непонятно, чем там занимаются. Так, мясная лавка. Давайте. Конченые психи. Худшие в городе. За все возьмутся, что ни дай. Я думал, это он о реальных животных. Что они, конченые психи. Че, болякаешь? Фигово болякаешь. Так тебе не будут бабки кидать. Хотя, может быть, просто сидим на расслабончике это делает. Эй, по-креольски я говорю так себе. Найт-сити говорят на тысячи языков. Мы на одном. Не повезло мне, да? Так сюда рвался, а ничего не понимаю. У тебя имплант для перевода. Меня не обманешь. Мне нужен Пласид. Пласид. Ищи там. Погнали. Посмотреть в камеру? А, это ты? Заходи. Это просто проверка была. Сбой в работе биочипа. Ты, Пласид. Я к вашему главному. Кисау. Чего ты хочешь? Кстати, я о вас кое-что слышал. Говорят, вудуисты, лучшие нетранеры в городе. Но слухом верить себя не уважать. Никто толком не знает, что вы делаете в сети. Это хорошо. Самый продвинутый черный софт, взлом корпоративных баз данных, сетевые войны с дозором. А вот про куриц никто не говорил. Мне казалось, продажа домашней птицы незаконна. Птичья чума началась шесть лет назад. А сейчас вдруг раз и закончилась. Это не на продажу. Чего ты хочешь? В часовне сказали с тобой встретиться. Я от мистера Хэнса. О, курица появилась. Он сказал, у вас есть работа. Мы здесь. Пойдем. А куда ты ее спрятал? Блин. Как появилась, так и исчезла. Куда мы идем? Пасифика. Что это? Клубок неразрешимых противоречий. В городе. Сюда. Пасифика. 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 А явно. Вы не то чтобы расстилаете ковровую дорожку. Не очень мне это верится. Этот район строился, чтобы пиджаки и тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпорады кормят курицу. Она несет звонкие одни. На одни покупают больше куриц. Нас интересует гимн Гранд Империал Молт, самый большой и уродливый храм жадности в бассейнке. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен, стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные, устроили логово. Девушки отдыхают. Может быть, я не могу. Я не могу ответить. Пошли, уже недалеко. Раньше имел дело с животными? Да. Пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из гимна? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть? Спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? Тридцать. Может больше. Винина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блять, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего? Ви. Последний рывок. Финишная прямая. Прекрати. Но у меня нет выбора. Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А что вы своих в гимне пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Неважно. Он все равно поврежден. Как? Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация. Карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Какая у меня конечная цель? Камьюнет. 20.35. 07. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда Камьюнет приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это важно. У кого-то опять пульс упал. Интересно, у кого он. Сделаем перерыв? Там нужна твоя помощь. Они справятся. Ты молчи. А это, кстати, не та Нитранерша. Мне кажется, та вон. Сидит возле этого чувака. Животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном Нитранерских приборов. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с Камьюнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключу тебя к из-за Агвы нашей сети. Что? Зачем? Через Агвы я буду слышать то, что ты слышишь. И видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через Гимн. И еще один голос в башке. То, что Рибер прописал. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с Гимном, Брижит решит ее. Условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Посмотрим. Не обещаю. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Соктий в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Давай сначала глянем. Мы закончили. Брижит знает про встречу? Или ты один всю эту кашу заварил? Я же сказал. Время придет и шефин с тобой поговорит. Ну очень уж на нее похоже. Ладно. Погнали. Мы же нет смысла с ним разговаривать. Покинуть отель. Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно. Придется тебе меня досмотреть. Вроде да. Что вы там магазинчики продаете? Придется тебе меня досмотреть. Ну и что сегодня в меню? Увидишь, милый. Тебе понравится. Нарушение моторики. Лишает врага возможности передвигаться. Передается ближайшему врагу в радиусе 8 метров. Это скрипты. Нарушение моторики. Звуковой шок. Амнезия заставляет врага забыть обои. Длительность 8 секунд. Нифига себе, 3000 евро баксов. Неплохо. Но вообще, в принципе, иногда может быть полезно. Химический урон, сбой оружия. Необычные компоненты скриптов. Это чтобы я сам... Да. Да, для создания скриптов. Чтобы я сам крафтил. Ладно, сейчас продам весь мусор. У кого-то тут разборки стреляются. Ну-ка. Хищник, банда, животные. Против банды мусорщиков. Деломейн, отстань от меня. А, он снова начинает. Хочешь разбиться? Сначала сделай работу. Хорошо. Буду искать. Еще и сбой в работе биочипа. Давай хоть на мотике погоняем в первый раз. А, че все так троится-то? Так, ладно. Встретиться с людьми Пласида. В принципе, уже подъезжаем с 50 метров. Не очень поворотный мотик. Это мои люди. Поговори с ними. Стреви. Они знают, что вы тут? Мы у себя. Это наш дом. Нам не надо быть призраками. Это тебе надо быть призраком. Тихим. Невидимым. Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да. В гараже. Сзади. Только тсс. Тихо. Ладно. Что-нибудь интересное происходило? Нет. Пока мы здесь. Все тихо. Кто входил, выходил. Ну, они выбрались за едой один раз. Не нравится мне больше эта цепочка квестов. Появили. Но уже хочется к таким море съездить. Не знаю. Как-то... С какими-то бандами вообще. Фиг пойми, кто эти животные. Типа. Шевелись. Какой-то заказ делаем. Нафиг пойми, опять же, кого. Ладно. Погнали. Войти в молл. Там вроде как кто-то стоит, да. И мне нужно не попасться. Это камера? Охранная турель. На, она сломанная. Надо их обойти, короче. Ну, по сути, их можно и снять. Они перестали разговаривать. Так, давай, вот здесь вот. Что это было? Да без разницы. Там мусорка стоит. Надо до нее тащить такое. И так труп как бы не заметит. Блин, а он здоровый. Как бы не вырвался. Ясненько. Ты на кулаках со мной? Серьезно? Это качки какие-то. Обдолбанные. Они даже разговаривают. Какие-то монстры. Что ты уклоняешься? Меня не уклонишься. Так, да, полтайм их еще. Что у тебя там было? Какая-то модификация вроде как Сайка. Боеврипасы для винтовок. О, отлично. Тебе еще! Она как будто в инвиз на какое-то время уходила. Так, что по оружию? Новая. Револьвер какой-то. Цирускола классическая. Да вы тут все здоровые. Так, где следующий? Неплохо так сносит одним выстрелом. Угу. Отходим чуть-чуть. Так, ну еще один. Гранату кидает. Давай, давай! В рукопашку хочет. Не, в рукопашке я с тобой драться точно не буду. Так что вот так вот. У тебя пистолет там какой-то классный был. 130 урона. Револьвер. Заберу. Может быть сам попозже с него постреляю. Колбаса бойня. Насыщение. Ну, едой вообще не пользуемся. Скорее всего надо продавать как-то. Ну, либо уже начинать пользоваться. Увлечивает критический урон на 6% модификация. Криперу надо сгонять киберпланты тоже поставить. Так. Понять телом. Лута у него не было. Мотики какие-то стоят, но явно хуже, чем тот, который я спер. Я внутри. Вижу. Проверяй комьюнад. Ладно. Так, на второй этаж. Странные звуки. Как будто кто-то... Груши бьет, что ли? Камера. Обойди. Че, вырублен. Для начала. Ты говорил, мол, давно заброшен. Теперь уже нет. Животное починили. Освободить стеллаж. Что это было? Так, там нейтронеры развлекаются, но мне нужно денежку получить. 55, 1С, 55. Наш нейтронер хотел в тебя вселиться. Я поставил тебе хороший лед. Должно хватить. То есть, он знает, что я тут. О, силу я могу открыть. Что-то эпическое лежит. Пластиковые штаны циан. 29 брони и 13 скорости передвижения. Давай я сразу возьму их. Они хуже, лучше. Блин. Ну да, они намного лучше. Возьмем. Выглядит, конечно, так себе, но... Убирать приходится. О, евро-доллары. Чуть не забыл. Тут у нас классические спортивные шорты. Ну, брони больше, но скорость передвижения тоже хорошая вещь. О, электромагнитный револьвер. Боеприпасы. Я теперь буду... Так, получше лутать. Чтоб куда-то спешил все время. Половину лута оставлял. Хоть смотреть. Главный атриум. Поищи комьюнет. Бестия. Вернуться к бестии. Что-то, мне кажется, залагало немножко, да? Вот, найти фургон в фойе. 50 метров. А почему мне 70 метров до бестии показывало? Потому что он просто такой... Очень интересный. О, евро-доллары. Светошимовая. Карты. И боеприпасы. Для винтовки боеприпасы найти. Буду просто супер. Вот. Вроде пока неплохо идет, но если я тут не смогу по стелсу пройти, такое начнется. Ага. Найти фургон в фойе. Их очень много прямо здесь. Давай, на всякий случай, наверное, сохранюсь. Но камер я больше пока что вроде не вижу. Можно двигаться и только смотреть, чтоб люди не заметили. Вот эти вот неплохо так сидят. Один в эту смотрит в сторону, другой в эту. Мне вообще туда. Ладно, обойдем. Это что такое? Блин, тут еще можно евро-доллары получить, они мне сейчас очень нужны. Ага, подключиться не могу, уже не хватает. Ну, давай, я как раз оставлял очко характеристик. Я его уже куда-то делал. А, я в силу вкачал, чтобы дверь открывать. Ясненько. Дверь-доллары. А так никак не могу применить. Угу. Только так полазить. Мелитех и Гида. Ну-ка подожди. Захватить удаленно. Это турель? Не, ну я могу их расстрелять, но они быстро, наверное, поймут откуда ноги растут. Давай хотя бы просто выключим их. Тоже будет, в принципе, неплохо. Чтоб, если что, на мне они не сработали. Ага, видите код. А я ж только что заходил на нее. Акустическая система. Тоже выключаю нафиг. Почему не выключается? Эм. Че-то вообще все залагало, короче. Вот, сейчас я могу отключить ее. Все, получается, турельки выключены. Акустическая система, ну, я тоже выключу, наверное. Хотя, подожди. Отключить слух? Че? Не знаю, не работает, короче, тоже. Ну, хотя бы турелька выключилась. Погнали потихонечку. Я, кстати, понял, почему у них банда называется животные. Ты знаешь, как кочек, они себе покупают, типа, там, футболки. Вот это вот, animal. Наверное, на западе тоже такая тема есть. Почему я евробаксы вот эти не могу забрать? Все забрал. Нет. Мне явно не тут проходить. Зажигалка. Тоже заберем. Ну, типа, три евробакса стоит. Ну, как мусор продадим просто. Ну, вон фургон, и возле него три амбала стоят. Ух. Забираем. Ну, конечно, народа здесь слишком дофига. Турелька. Никто даже не заметил, что я ее отключил. Я вижу фургон. А как мне до него добраться? Тут палят. Причем неплохо так. Ну, один свалил, но вот этот вот меня больше смущает. Ага, он теперь там встал. Эх. Надо чуть-чуть подождать. Давай попробуем прям так пройти. Так, я у фургона. Нет ранера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону. Прям под носом прошел. Ай, давай. А то, что там чел идет, это ничего? А, видимо, ничего. Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они еще так вы. Кто эти они? Дозор. Они ведут на нас охоту. Ладно. В чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Нелд. Что? Пласит, что? Он нас отрезал, отбросил. Он знает, что ты здесь. Найди его. Не хочу связываться с дозором. А что делать, когда я его найду? Ты не можешь через сеть его сжечь. Он же подключен к фургону. Не могу пробить защиту. Поэтому тебе надо добраться до него самого. Ну, серьезно, как-то не хочется связываться, но, блин. Да. А что делать, когда я его найду? Я скажу. Потому что они мне, в принципе-то, ничего плохого не сделали. Агент хочет тебя отрезать. Животные скоро будут здесь. Забери в шахту лифта и выйди в фойе с левой стороны. Так тебя не заметят. Да хватит меня ломать. Да ладно, не бойся ты. Это чуть-чуть сейчас было. Он взлетел просто на второй этаж. И, видимо, заметил меня. Потому что мигает, типа, красным. Найти агента в кинотеатре, а... Я-то так взлететь не смогу. А вот. Просто по ящичкам. Ни фига себе их тут. Так, чувак, только не поворачивайся. Я тебя быстро обезврежу. Назад-назад-назад-назад. И вот здесь вот убиваем. Легче вообще просто сразу убивать, конечно. А потом уже трупы переносить. Я могу его вон туда перенести? Давай здесь просто скинем его. Нормально. Теперь нужно как-то вон того убить. Ну-ка. Здесь я проскочу? Блин. Ну, он идет прям так, как не надо. Только спрятать его здесь некуда. Вот здесь уже могут найти тело. А вот есть ящик. Отлично. Так, тут нужно и пешочек встретить. Сейчас осторожно. Ага. В чем дело? Скоро встретишь врага, сразу ее сканируй. Но мы справимся. Все так плохо? Должны быть слабые места. Мои люди уже прочелы... Хм, победить соскотч. Соскотч. Точнее. Но от того, что я ледокол пошлю, тоже смысла никакого нет. А, ну и так работает. Е9 и БД. 55. Тут только вот Е9. Эх. БД здесь нет. О, одно очко способностей. Возможно, получится сейчас что-нибудь сделать здесь. Ближайшая точка доступа подсвечивается. Взлом протокола. Не, это фигня какая-то. Быстрый взлом. Скрипты наносят на 10% больше урона. Что мне вообще здесь поможет? Обезвреживание врага. Память кибердеки восстанавливается в бою. Вы восполняете 4 единицы памяти каждые 60 секунд. Вот, затраты памяти. Давай затраты. Ниже сделаем. Теперь еще раз ее просканируем. Нет, все равно недостаточно памяти. У меня 5 памяти кибердеки, а нужно 6 для перегрева или взлома. Ой, замыкания. А если я сделаю просто вот так вот? А, это босс! 90... Она еще хилится дико. Нет. Это какой-то... Супергерой, блин. Давай попробуем еще разок. Я тебе... Но у меня такое ощущение, что это вообще невозможно. Да, у нее еще фигня какая-то на спине. В нее, наверное, нужно стрелять. Так, давай-ка я вот эту пушку возьму. Тихо. Надо ее как-то разбить. Так, выклоняемся. Во, все. Отлично. А, нифига себе, она меня схватила. Черт, как сопротивляться-то? Патроны кончились. Патроны кончились. Давай попробуем снайперкой добить. Она уже не так хорошо регенится. Ага, еще попадать. Блин, защита... Падает сильно. А-а-а! Все в молоко стреляю. Вообще не попадаю. Как так? Во, выстрел в голову. Ну, еще, в принципе, два выстрела. Нет. 4% осталось. Нужно быстрое оружие сменить на любое. Так, пистолет-пулемет. Давай, пистолет просто возьмем. Нифига себе, у него отдача. Неужели? Назорный. У нее что-то есть, так что... Ну, типа легендарная. Я ее оставлять точно не буду в живых. 216 урона. Пистолет стандартный. Офигеть. Байкерские очки из позолоченного пластика. Тоже легендарные. Плюс 30% критические урона. И евро-доллары. 1600. Отлично. Даже больше, наверное, чем мне, если что, заплатят. Так, найти агента. Это вон там. Ну вот, мне снова говорят пройти прям через стену. Ай, вот с этим есть проблемы в игре. А, ну вот, Плассид взломал. Показывал это мне вообще не сюда. Почему-то бой до сих пор идет. Подключись к нему. Нужны их данные. Ясно? Сначала. Плассид? Бестерн какой-то идет. Эй, тише, тише. Это че? Что ж. Эй, связь прервалась. У тебя все под контролем. Я просто нацелился. Он перестал разговаривать. Эй, ты там еще живой? Подключиться к агенту. Ну, думаю, так даже лучше. Да. Сейчас подключусь к нашему другу. Так, побыстрее даже все узнаем. Но он мог мне что-то важное сказать. Мы снова умерли. Не знаю, этот кусок игры как будто вообще не доработан. Все супер криво. Эй, Ви, ты жив? Что случилось? Что, не видишь? Вудуисты тебя наебали. Ты чуть не сдох. Они сразу хотели пустить тебя в расход. Вот тебе и благодарность за помощь. А если это меня Дозор обнулил? Вудуисты могли не знать, что я выжил. Ага, ну значит, Плассид должен расплакаться от радости, когда тебя увидят. Погнали в Батти. Расставим все точки над И. Надеюсь, их главный амбал любит сюрпризы. Я снова должен был умереть. Так, я думаю, в следующей серии мы вначале переиграем и посмотрим, что он нам скажет. Все-таки интересно. Может, дельные какие-то вещи. Но на этом я уже серию буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok